Всем привет, с вами снова Диана, и сегодня я буду снимать тег на своем канале, потому что вы просили, и я вам это дам. Огромное спасибо подписчице, которая написала мне вас и попросила меня сделать этот тег. Я посмотрела на вопросы, они мне безумно понравились, поэтому я решила все-таки для вас сделать. Всего в этом теге 10 вопросов, так что я не думаю, что это займет много времени, только если я не буду много болтать, как я это обычно делаю, но давайте не будет этого. Итак, первый вопрос. Спрашивает меня песня, с которой у вас ассоциируется детство. Я не помню на самом деле большинство моего детства, и это очень печально. Так как мои родители всегда были очень заняты с работой, я часто оставалась с нянечкой. А у моей нянечки были еще две племянницы, с которыми я постоянно игралась. Естественно, они были старше меня на лет так 5, так что когда мне было 5, им было уже 10. И в итоге я слушала то, что они слушали по радио, а это была Бритни Спирс. No shame, no shame. Следующий вопрос звучит так. Песня, которая напоминает вам о близком человеке слэш родственнике. Для меня в данном случае это будет мой папа, любимый, потому что я не знаю, где он находит эти песни, он постоянно находит какие-то новые песни и спрашивает мне их перевод, потому что в основном из них они английские. И да, мой папа очень крутой. Так что песня, которая напоминает мне о нем, это Ain't no sunshine when she's gone. Еще папа у меня играет на гитаре. И он очень классно поет, поэтому... Ain't no sunshine when she's gone. Следующий вопрос звучит так. Песня, которая связывает тебя и твоего лучшего друга-подругу. Это очень тяжелый вопрос для меня, потому что я никогда не могу для себя выделить одного единственного человека, который мне самый-самый лучший друг или самая-самая лучшая подруга. В данном случае я хотела бы сказать Максим, но я решила, что как-то волью его в этот тэг в другом вопросе. Поэтому данный человек, про которого я сейчас буду говорить, это моя одноклассница, с кем я училась в России. И несмотря на то, что я уехала из России три года назад, мы до сих пор поддержим контакт, мы всегда встречаемся, когда я приезжаю обратно в Россию. И песня, которая связывает нас, она... Мы не знали, что это значит, когда мы ее пели. Это, я помню, был класс второй, третий. Но, в общем, слушайте сами. Я помню, у меня еще тогда был телефон, а раскладушка. Крутая была тогда. Мы правильно не знали, что это значит. Я вам честно говорю. Ну, в общем, да, это песня, которая у меня, у нас связывает, потому что мы тоже слушаем совершенно разные песни, но именно эта, она как-то так глубоко в сердце засела. Следующий вопрос звучит так. Песня, от которой у тебя мурашки по коже. No surprise Beyonce. Какая именно песня, сейчас узнаем. Ну, вы, я абсолютно уверена, вы ее все знаете. Она просто, я не знаю, каждая, любая песня Beyonce, на самом деле, меня... Помню, мурашки идут, потому что эта женщина, она великолепная, я не знаю. Такой голос, такая постановка, такой... Слушайте. Так что да. Hunted by Beyonce. Песня, под которую ты чувствуешь себя клевым. Опять-таки, Beyonce, моя любимая, Partition. И я чувствую себя клево под всю эту песню, но больше под ее начало, потому что там есть небольшой такой свитч в музыке и в бите, и давайте послушаем. Beyonce is my queen. Следующий вопрос звучит так. Песня, которая ассоциируется у вас с Новым годом. И надеюсь, вы видите, как я украсть на свою комнату более или менее. И мне безумно нравится, и я безумно жду Нового года и Рождества. Ха! Вообще, песня, которая ассоциируется у меня с Новым годом, как, я думаю, и у многих других, это песня из рекламы Кока-Колы. Праздник к нам приходит. И, не знаю, я... Я, конечно, сейчас рекламирую вам Кока-Колу, говоря про это, но все равно, мне безумно нравится эта песня. Я не могла ее найти, и то, что я нашла, это вот эта вот. Пусть смотрящий, в праздник отпуск всегда настоящий. Все будет Кока-Кола. Встречай Новый год в движении... В общем, да. Мне безумно нравится эта песня, я не знаю... Ну, как? Не то, что нравится, такие ассоции хорошие. Поэтому, да. Какая песня вызывает у тебя улыбку? Вторая и последняя песня русская у меня в списке. И давайте послушаем, что же это за песня. Это песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Роты падают, как дождь с крыши. Все громче, все ближе. Это песня для тебя... И надеюсь, вы догадались, почему... Ну, если нет, это нормально. Какая песня идеально подходит для занятий спортом? Спортом я не занимаюсь. Спортом я не занимаюсь. Я играю только в различные игры спортивные. Но я не считаю, как бы, чтобы это прям занятие спортом. И мы не слушаем там музыку. Это больше стратегии как-то обрабатываем. Какие-то вещи делаем. Поэтому я не слушаю музыку, когда занимаюсь спортом. Но, если бы я могла это делать, то, наверное, это была бы песня от Маку Мор. Почему еще? Потому что там поется о кроссовках для баскетбола. И blindly разговариваю. И когда я спорта. Я была бы песня. И что я взял, что я стала очень высокая. Я фаунулаxi метро. Мама, я фаунула на сет. Это была бы đаянная ботненька. Это лучший день моей жизни. AirMax-ы были рядом. Эти мешочки Tout posible. Эти мешочки. Эти швы, экипирование. Эти кислоты. Эти панцы. Эти кислоты. Эти кислоты. Эти кислоты. И все. Эти кислоты. Эти кислоты. Эти кислоты. Так что да, она такая очень, знаете, пик такой прям, пум, 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 хочет что-то делать И такие слова тоже такие, поэтому думаю, что если бы я занималась спортом, это была бы песня Какую песню ты часто поешь себе под нос? На самом деле, я пою все песни себе под нос, но песню, которую я пою под нос себе больше всего, это Say Something Я не знаю почему, но всегда, когда мы разговариваем, я разговариваю со своими одноклассниками, друзьями в школе И пролетает эта фразочка Say Something, мне просто моментально хочется петь эту песню, просто вот сразу, я не думаю об этом Знаете, и мне кажется, и после этого у меня эта песня просто вот в голове как-то засядет и не вылазит туда, поэтому я постоянно ее напеваю И последний вопрос, это какую песню ты любишь петь в душе? Опять-таки, я пою в душе любые песни, и всегда я в душе иду с музычкой, потому что меня это успокаивает и расслабляет Песня, которую я чаще всего пою, это будет Amnesia by Five Seconds of Summer Очень грустная песня на самом деле, но, не знаю, почему-то мне прям под нее так охота голосить Так что да, это был весь стек, все вопросы я на всех ответила И напишите мне в комментарии вашу любимую песню на данный момент, потому что мне будет интересно почитать Я всегда только за то, чтобы у меня было больше всего песен на своем телефоне и на компьютере, чтобы я могла отжигать, знаете, когда я иду в школу, когда я иду со школы, когда я чем-то занимаюсь Поэтому да, и опять-таки спасибо большое моей подписчице, подписчику не знаю точно, потому что мне писали вас За то, что сказали мне сделать это так, мне безумно понравилось И да, я надеюсь, что увижу вас скоро, я вас очень сильно люблю, всем всего хорошего, пока! Пока!